Первая майская демонстрация в нашем городе прошла в конце 40-х годов. Тогда в митинге приняло участие около 200 человек. В советский период праздник весны и труда был доброй традицией. В этот день сотрудники организации и предприятий города собирались в колонны. Со знаменами, флагами, плакатами и воздушными шарами они шли на площадь Ленина. Для подавляющего большинства трудящихся это был, если хотите, выход в свет. На демонстрацию все наряжались, как женихи и невесты, и приходили в свои колонны, кто-то целыми семьями. Было какое-то доброе, негласное соревнование среди трудовых коллективов, чья колонна ярче и наряднее. Во главе каждой колонны шел оркестр. Он создавал атмосферу праздника, задавал ритм. В начале шествия двигалось быстро, но ближе к площади Ленина движение колонн замедлялось. Пройдя мимо трибуны с песнями и криками «Юра», а на трибуне стояли руководители города и предприятий, людские колонны доходили до магазина «Восток», сдавали транспаранты, красные флаги, портреты вождей, уполномоченному от коллектива лицу и с чувством исполненного долга шли продолжать праздник. В первомай все гуляли и веселились. В городе существовало негласное правило для милиции. Пьяных, трудящихся в эти дни не арестовывать, а наоборот помогать добраться до дома. Сейчас 1 мая уже не тот праздник, который был в Советском Союзе. И демонстрации в этот день скорее чисто символические. Собираются на них в нашем городе всего несколько человек, а в этом году митингов не будет вовсе. Ирина Вашегородцева, Евгения Шевцова, Александр Мальков. Служба новостей Саров-24.